Несколько часов назад Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Обращение президента собрало у экранов депутатов, чиновников, общественных деятелей и руководителей муниципалитетов. Для жителей Химок организовали места для просмотра в торговых центрах, МФЦ, кафе и школах. В администрации за речью президента следил глава округа Дмитрий Волошин. В послание президент внес предложение о внесении семи поправок в Конституцию, которые изменят систему власти в стране. Поднимались также вопросы экономики, экологии и социальной политики. Для решения демографических проблем необходимо увеличивать темпы строительства детских садов, а также поднимать уровень жизни россиян. Для этого предложено несколько программ поддержки семей. С января текущего года семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. Причем не до полутора лет, как это было ранее, а до трех. Размер выплаты зависит от прожиточного минимума ребенка в конкретном регионе. В среднем по стране это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Также Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 2026 года. Главное нововведение – выплаты в размере 466 тысяч рублей – теперь будут выдавать при рождении первенца. Размер выплат на второго ребенка повысит. Сумма составит более 600 тысяч. Кроме того, для семей с тремя детьми государство гасит ипотечный кредит на сумму 450 тысяч. Мы решили спросить у химчан, как они относятся к инициативе и поможет ли она их семьям. В принципе, это здорово, но другой вопрос – действительно ли будет такая сумма, во-первых, и во-вторых, в какой период времени будет это выплачиваться. Потому что вот у меня маленький ребенок, да, и уже не раз была задержка пособий, просто обычных пособий, да. То есть, насколько действительно реально то, что сказал наш уважаемый президент. Инициатива хорошая, конечно, деньги лишними никогда не будут ни маме, ни семье, и особенно у кого проблемы с жильем. Но, как сказать, наверное, хотелось, чтобы еще женщин поддерживали до трех лет, от полутора до трех, потому что это смешно по 50 рублей. Для первого ребенка это, на мой взгляд, очень полезно, потому что как раз-таки, когда первый ребенок покупается больше всего вещей, которые потом уже используются и для второго. А так как на нынешний момент, ну, когда, например, я рожала, таких вот плот не было, нам бы это помогло, на мой взгляд. И помощь при погашении ипотеки – это, конечно же, тоже очень. Полмиллиона – это значительная сумма для погашения ипотеки. Главное, чтобы это в реальности действительно было так, а не только на словах. То есть, чтобы действительно люди могли пользоваться этими деньгами. На мой взгляд, конечно, было бы правильнее предоставить самим родителям, решать, на какие цели использовать эти деньги.